Мастер-классы по живописи клуба английского языка, школы устного счета – все это с сегодняшнего дня тоже работает только онлайн. Индивидуальные занятия вживую запрещены и с детьми, и со взрослыми, рассказала в интервью нашему каналу главный санитарный врач Наталья Берил. Все занятия, курсы, все пока в онлайн-режиме. Чтобы не распространять коронавирусную инфекцию, независимо от количества человек, которые будут заниматься, это 2, 3, 4 человека. Поэтому было принято решение перевести все на дистанционное обучение. В Приднестровье много места, где дети и взрослые учатся рисовать, занимаются английским, фитнесом или йогой. Помещение для этого арендуют и проводят занятия с небольшими группами. Почему малокомплектные школы продолжают работать, а мастер-классы по живописи проводить запрещено? По словам эпидемиолога, такую деятельность не всегда можно проконтролировать. Это связано в первую очередь с тем, что тут мы можем проконтролировать, и если выявляется больной, то, соответственно, класс уходит на карантин. И если более четырех классов, то закрывается школа. А в ситуациях, когда это индивидуальные занятия другой формы собственности, то мы, соответственно, это проконтролировать не можем. Тем, кто продолжит работу, несмотря на запреты оперштаба, грозит крупный штраф или прекращение деятельности сроком на три месяца. Когда занятия по интересам возобновятся, покажет эпидситуация, сообщила главный санитарный врач.